Спасения нет. Главное то, что кто решил бы убежать от будущего гнева. Вот вопрос. Кто? А если никакого желания не за спасение, мы еще не помним. Алексей, пешком лучше, знаешь, чем на интернете. Можешь сейчас взять рюкзак и теперь... Сейчас, сейчас, все, все, все. Просудик. Исун, исун. С рюкзак можно на уши, да? Рисун. С тобой все, брюшами. Нет, ты что-то там, что-то... К дому приедет, и вы что-то. Или такой вариант тебе не устраивает? Не устраивает. Ну а что ты там вычишь? Смотреть. Пересечение. Зачем тебе это надо? Ну что вы говорите, сложилось, как... Тебя доставят в пакетики, заглезнуто, чистенько. Доставят. Ну я вижу, вас потерялись тут. А вот и ламонт, и они же. Вообще не страшно. А что он московку не начинает? Вот, Алексей, смотри, я тебе приду, зубы делаю. Есть. Ты вот так замрешь надо мной, а я скажу, подожди, я сейчас учебник прочитаю, как ты будешь делать все, потом сделаешь. Тебе это нормально будет? Нет, ну я просто сижу, смотри. Ну смотри, с таким методом я... Ты его обижаешь этим? Ты не понимаешь, что ли? Я уже принял его. И тогда отложил по телефону, все. Да пусть смотрит, да. Вот я тебе говорю, я к тебе приду, как специалист. А ты смотри, в одних местах мимо будешь проходить, там грибное место есть еще. Смотри. Вот там указано. Не веришь? Да верю, что ли? Ну пройди пешком, надежда не веришься. Ходили. Везде. Я теперь верю к Симе. Я верю каждому зверю. Бабулку верю, верю и покажу. Так, чему мы пришли тут? Решение. Решение кто принимал? Алексей. Я, знаете, как я уже сказал про Васильевский. 845, так вы сказали? Что вы? 845. Вот как мы решили, Николай. Подожди, 845, что? Это классический. А в дом 845 идет Руслан Макабарин. Ну то есть к этому времени. Когда он там бежит? Не, Вячеслав посмотрел, там 845. Брат, Ван Стоп предъявляет, там, в машину, в газет загрузить людей, наездок и наездок и наездок и вместе с этим ехать все. То есть всех вымешать и ехать, дальше его отвозить, а на обратной пути всех забирать, наверное, на одной газете. Угу. И вывезти по земле. То есть вы вывезете, а если вы идете дальше по дороге. А обратному за часу, а обратному забирать. Как будто бы так. Тогда. Время отсюда направление. Ну вот после завтачи, то есть, здесь, здесь, здесь. Ну да, вообще-то, у нас 845 сейчас. Здесь, 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 здесь. 845, 845 оттуда, у автобуса идет. Отсюда, во сколько мы приезжаем. Нет, уже, ты сказал, кто не говорил. Нет, соберутся все, чтобы... Это автобус зарядчей. ...не отвлекаться именно на автобус. Сейчас он будет оттуда как минимум идти. Я знаю, сколько у нас туда будет идти, мне важно отсюда во сколько выезжать. Ну, 70 километров. Да, за 70 километров. Сколько? Не важно отсюда во сколько выезжать. Да я понял. Привет, что ли. Да не надо рассчитывать. Сейчас, сейчас. Он вас войдет или раньше. Это движение в солнце. Ну, я об этом говорю, надо рассчитывать. Ну, что вы не рассчитываете? Владимир Александрович, полтора часа, Володь. Полтора часа, Володь. И полтора часа. Все придумали. 70 километров часа. Он же остановится же где-то. Он же не может там постоянно... Нет, это я вообще все деньги в час. Он должен уже выезжать. Да, если никого нет, он выезжает точно. Он по пути никуда не заезжает. Он идет по трассе. Есть остановка. Да, может, конечно. После завтрака уезжает. Николай Юрьевич, они все выезжают, когда народа не готовит. Все вопросы решатся. Ну, то есть первичные, не то, чтобы... Нет, ты знаешь, что это, Василий Царь? А мы ее знаешь, как он говорит? Тебе куда надо домой попасть? В Казань. В каком числу? В каком числу? В завтрак. Почему завтрак? А человек не встречает, не встречает. Ну, встречает, не встречает. А я тебе предлагаю сдать этот билет и уехать вместе со всеми на московском поезде до Казани. Ну, билетов нет. Билетов нет. Есть билеты? Есть билеты? Есть билеты? Ну, ты посмотри сейчас. И ты увидишь спокойно, соберешься со всеми. Вариант тебе есть устраивает? Билеты не сдавай. Билеты не сдавай. Ааа, потеряет. Мое дело предложили. Ну, все они... Билеты не сдавай. Санатик возвращается. Не, ну, почему? Есть у вас брат, и есть у него брат. Билеты по оборону только на заходе по оборону. Я не знаю, какой он будет. Билеты не сдавай. Билеты не сдавай. Ну, ветераном нам подпутили до 2 марта. Казатель удаленный там, куда попер Conseller. Ну, ну, лишайте, лишай. Нет нужного нужного. Но сейчас luôn не поидим, сейчас сына будет... Билеты CIA ва. Билеты не могут нам остаться. У человека есть возможность остаться в потерянке до 1 альб XC. Ну, есть позже, есть позже Автобус. У человека есть возможность остаться в потерянке до 1 августа. А то шпинг булешин бы лиш will staff. Но пришел уже.. Это я думаю, foul бы нельзя. За тебя уже по-другому, Алексей, ну у меня стыдно разговаривать со взрослым человеком, как в детском саду. За тебя уже все определил, еще рано утром, 3 часа, я же тебе сказал, ты говоришь, да-да, ну и все. Ну, я не сопротивляюсь, не сопротивляюсь, да Корчино тебе надо, с Корчино туда, зачем, он сидит в интернете и смотрит, и у Алексей сейчас смотрит, я смотрю, как вот в трассе до трассы, я ничего нашел, а вот нашел в Корчино мне надо доехать, а с Корчино на походке доехать до трассы, а там сидит на автобусе, он же сам как надо в машину сидел. да, ну это все равно, нет все равно. Корчино на метро, сколько там получается, против 20 или меньше, да еще до трассы, потом так же. нет, может человек нравится, пишет, ну ты же не знаешь. карта выстраивает маршрут, она же не выстраивает маршрут по местным дорогам, Алексей, выстраивай мне маршрут по себе. как мы решили до трассы тебя навести на автобусе, посадите, я сам. это самый лучший вариант. я тут повещал, вы уже когда, когда ехали сюда, да, я говорю, какой вариант, все подходящее, все, больше нет вопроса. что там еще сидеть, смотреть в интернете? когда мира нет в душе, мира Бога, понимаешь, начинается вот эта вот нерва, нерва, в душе мир Бога, Христов должен быть. а когда нет его, тогда вот это вот начинается, а я на говорю, я на экране, я сделаю, я не так все понимаешь, я не так понимаю, а ты делаешь так, ну ты это так делаешь. это можно рассматривать, как недоверие к братьям, можно рассматривать. те братья сказали, а ты нет, ты проверю, мне надо самому понимать, ну можно рассматривать, может это не так. тоже тяжел, слепой, да хочется сориентироваться, где что расположено, к мамуту, как оно относительно потеряло. в голове какое-то представление иметь дома, геометрия. ну смотри, смотри, смотри. в следующий раз хоть заходи документы, сейчас приезжи к себе, чтобы не забыть. чемодан оставь, а документы или нет? чемодан большой, а где документы, сумочка маленькая, так далее все, упустил, и гордон, да, рис. вот и брэмс. а какой? северный рейс. 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 Когда Павел опором удалил, надо наточить топор, он решил второй наточить, а второй на топор положил, лезвием наружу под кровать. А Гевора, она решила удружить, ее никто не просил, но она решила прибраться на кровати. Ну так она подошла прибираться, сошлось, то есть два не совета, она подходит под ногу, раз, чуть не до кости себе разрезала, по топору, чуть не до кости, то есть два сошлось, надо было, чтобы сочетание было, два бессоветия. Вот я за билеты отвечаю, люди, которые не спрашивали меня, вот я за билеты отвечаю, обязательно у них все вот так, кувырком идет, чтобы мне не сказали, и все кувырком сразу полетело. Ну, вспомните, Сергей с Украины, который был там, три дня посуществовал, вышел на четыре километра, ну, таки, решил никому не забрать, никого не терял. Шутки, три дня шел, как раз привизия была на три дня, через три дня. Четыре километра, три дня шел человек. Четыре километра шел, шутки, шутки, четыре километра шел три дня сюда. Он пошел полями, полями зашел, а еще раз я пошел, он с этой тележкой, тележка там килограмм сорок весит. В итоге он сейчас забрать, он зашел до соседней деревни, там ему сказали, где потеряек находится, он оттуда сюда пошел, я три дня шел. Я, говорит, за то, что поля посмотрел, нашли, окрестности, познакомился. А с помощью? В палатке у меня у кого-то турист приехал, то есть у меня все было, палатка, все было, все было. Есть ролик записан? Нет, это значит, что у кого-то нет. Можешь позвонить, он потом передашь перед? Да нет, он не то, что трудился, он заглубился чуть-чуть. А, прости, нет. А сейчас он заглубился, за украину, в окоп с сиганом, с автоматом. Заглубился в другую сторону. Теперь Московия, здесь разговаривал по-русски, а оттуда посылает и говорит только на своем, на нове, на их, на нове, на нове, на нове, на нове, на нове, да. Что еще? Ну, значит, это будет не в трубом. А правильно все. Теперь-то ждать только что-то якобы бумаги нет, в это я не верю. Это другая причина может быть. Второе. Вчера из-за туалета мне написал этот «Чужой». Я посмотрел, я его не видел давно, больше года. Какое изменение? Плоть. Полностью духовно все утеряно, и одна плоть страшная, он не видит себя в зеркалах. Нормальный человек был, и вот все время везде звонят, названивают, милиция там, и нигде ничего нету. Истаивает от злобы буквально, и окружение такое же набрал. Молитвы нет, спец есть, и молитва главное, молишься, как будто бы не молился. Самый грех большой, холота Духа Святого, похоже, что совершен этот грех. Вот как они реагируют на все. Непрерывная ложь. И главное лезут, и куда, а вылезут вперед маленько, на два дня, посмотри, ты уже обстановку понял бы. Ничего нету, отнято. Это чувство неблагодарности сожрало все. Это время такое короткое, и все равно душа живая, пока еще теплится маленько. Но не сарапай, но не приеду, положу руки вот так вот, вот так друг друга не задевай, ну и все. Вот сейчас какие были события у нас. Вот я сегодня, думаю, так сейчас пока позавтракаем, неприятный случай, забыл, что надо раньше уехать и быть в аэропорту. Там вещей-то не так и много. Подождать там особо где-то терминал есть, где на посадку. Поехать за ягодами, клубникой. Так, рыбаки, вы остаетесь? Кого с собой возьмите? Машина одна оказалась ранее на ходу, поэтому дальше я скажу потом же. Так вот, мы там будем ждать, отвезут до трассы, прямо на остановке. Сколько они там идут, автобусы все же. Так, вчера кто у нас принимал крещение? Я. Вы? Да. Как звать-то? Любовь. Любовь. Не смешно. Любовь. Да. Хотя я от батюшка узнал, оказывается не 12, а до 13 человек. Вы это по всем правилам сделали, так и должны делать. Это все на страшный день у нас. Видите, какое разнообразие. И тут радость, и тут радость. А остальное то, что вот здесь было. Батюшка подошел, про это еще Рома-то и говорит, который жалобы пишет. Что-то сказал. Он на него воскресился, как ветер дикий. А что делаешь? Ничего нет. Человек подготавливает себе путь исходный. У Бога все выверено. Если бы было показано дальше, а надо помнить о Суде Божьем. Наша мать, она не читала, но знала. И нам говорила, Бог говорит, терплю до конца, а буду мучить без конца. Фразы такой в Библии нет, у нас смысла есть. Об этом читаем 24 глава Евангелия от Матфея. Муку вечную, а пройдите в жизни вечную. Все время. Непрерывно. Посмотри на него. Внутри держат их. Они все вот так вот. Я никогда раньше не видал. Первый раз вот он сидит. Он не может. Поднимите вот сюда куда-то. Какие-то там погонщики. Все это слежьте с них пакость. И он не может вот это делать. Почему? Не знаю. Я знаю, что душа скорбит, а он на плоти это понимает. Это душа. Душа у него просится к Богу. Я так понимаю. И плоти на эту корябать, из нее пытается как бы шешую эту сбросить. Он не понимает. Одного все-таки начал креститься, а другой даже ни разу не перекрестился. Я уже их не жалею. Потому что трудно войти в этот образ. А матери-то тяжело как. И надо все время помнить. А возможность какая? У Бога все возможно. Человеку невозможно, а Богу возможно. Никогда не унывайте. Это ваше дитё. Бог дал. Прошлая ваша биография вам известна. Почему так? Двое. И эти-то не лучшие. Маленько хоть стал интересоваться. Даже голубик не захотел, вчера полез. Голубей увидал. Он мертвый ходит. Мертвец. Но вчера уже жизнь какая-то начала пробиваться. Мало того, где-то еще там купался уже. Хоть интерес какой-то к живью. И ничего нет. Замкнутость. Это там тоже ничего не нуждается. Это внутренняя обстановка. А не говоря о том, что ходить другим, говорить о Боге. Приехали новые люди из Баптиста. И мальчик пришел там где-то пятый класс, шестой. Ну. Пацаненок. И он с первого дня начал ученикам говорить о Боге. Учителя забеспокоились. А убрать его некуда. И совершеннолетний. Они сказали. Отвечают как надо. Одна девочка православная. Одни пятерки. Приходит двойка. Мать посмотрела. Ошибка какая-то. Нет. Еще одна двойка. А почему? Стихотворение заставляют говорить. А оно неправильное. Это пятый класс. Почему? Лампочка Ильича. А Ильича я не делал совсем. Свет Бог дал. Мать пошла к учительнице разбираться. Ну. Я спрашиваю. Она спрашивает. Свет, а ты стихотворение знаю? Знаю. Ну расскажи. Нужно рассказать. Она рассказала учительнице. Докажу. Ты же учительница. Ты спросила. Она. Я. Если скажу. Разрешите. Я скажу, что. Ленин не делал. И от него это зависит. То есть неправда. Неправда. И она в ней не вмещается. Она получает двойки. Страдает. А сдвинуться не может. Вот это вера. И этот маленький мальчик. Он вызвал. Такой ажиотаж. Какое-то. Сочинение писали. Так там. Рано. Везде читали. Другим передавали его считать. Ну. На свободную тему. Там. Как родители. Там что-то такое. О добре. И он все вывел о Христе. Маленький мальчик. Пятый или шестой класс. Да у нас-то куда мы будем после этого. Вот этому. Он хоть. Еще десять лет будет. Еще не сдвинется. А у них такое было. Ни разу не освещал. Это не чистота. Не чистота жизни. А вы очищены через слово. Вы православные. А слова Божия нету. Ну еще и нету. Очищены через слово Божие. Слово Божие говорит. Без совета дело расстроится. Вы друг друга проверяйте. Перед отъездом. Вот нам пример. Поехал. Приехал. А с чем ехать ты? Нет. Главного документа. А если бы спросил. И другой бы сказал. Ты документы взял. Деньги взял. Что у тебя есть. А ничего нет. Сел. Поехал. Взрослый дядька. Это мы виноваты. Нас превещали не так. Отец у нас был очень крутой в этом вопросе. Шуба. А большая. Такая бывает. Вся закрывает. И по полу. Тулуп. И вот кто куда едет. А тулупа ноги закрутить можно. И к нам все заезжают. В другую деревню где-то на коне. Ну отец видите. Ты зашел копаешься. Он мог колотушку дать. Тебя люди ждут там. А ты тут копаешься. Лошадь мерзнет. Нас приучил нигде никого не задерживать. А у нас нужды никакой нет. Пятером восьмеры. Будем стоять на один молоток. Надо жить очень серьезно. Вот братья работали. Вот они мой рядом стоят. Вячеслав и Николай. Это время переделывали. Смотрели. Я не понимаю что они там делают. А они находят новые возможности поправить. Лучше дать разъяснения. И вчера какое чудо случилось. Вчера наверное Николай ты заехал такими. Скажи как ты попал к ним туда. По побуждению Божию. Прям Господь так положил на сердце заехать. За ними. Велосипед Володин тут сгодился. Подогнать. Вон ехал мимо да и замернул. А они как раз нуждаются. Он может помочь. Никто не помог не искал. Но все так сложилось. Одно к одному. Я об отъезде говорю. Так. Кто хотел бы поехать на ягоды. Поднимите руку. Не опускайте. Раз. Два. Три. О. А ты будешь брать ягоды? Четыре. Пять. Шесть. Четыре. Нам готовить надо. Ну еще. Собирайтесь. Я смогу купить. А тут. Мы туда всегда пешком ходили. Не так далеко. Борис. Борис. Два километра. Хорошо. Взять его. Все. Садимся пока за стол. И красиво. Сейчас сейчас скажу.